Продолжение следует... Второй день не носит особенное название. Второй день после каждого такого великого праздника, их у нас 12-20 праздников, вспоминаются те святые лица, которые были причастны, святые люди, лица, кто причастны к тому событию, к чему посвящен праздник. А вот праздник Рождества Христова, конечно, во второй день мы вспоминаем самых близких Господа Иисуса Христу по плоти Его рожденных. Это, конечно, Пресвятую Богородицу, Его Матерь, которая родила Его чудесным образом, и родственников по плоти, святого праведного Иосифа Обручника, названного Отцом Господа Иисуса Христа, земного Отца, святого пророка Давида, царя, из колена которого и по плоти родился Господь Иисус Христос, и Его брата от святого праведного Иосифа, Якова и Якова, апостола Якова. Вот этих святых людей мы прославляем. Конечно, прежде всего мы вспоминаем именно честую, не вспоминаем, а честую Пресвятую Богородицу. Вот центральное изображение, когда мы смотрим именно на икону Рождества Христова, в центре изображена прежде всего Пресвятая Богородица, с рождённым Богомладенцем. Она явилась тем, именно центром этого события, потому что без неё бы не было этого рождения. Сколько понадобилось времени, чтобы род человеческий дал вот такую жену, как Деву Марии. Не было такой. Надо, чтобы она родилась, чтобы она воспиталась. Ибо ничто нечистое, как говорится, не может войти в чистую трогу. И из нечистого не может родиться чистая. Поэтому, естественно, должна быть та, которая бы родила именно сына Божия. Значит, она должна быть чистой. И чистой по всем именно таким нравственным, духовным параметрам и характеристикам. Вот можно так сказать, современным языком. Вот надо было найти именно, чтобы родился такой человек из всего рода человеческого. Вот он родился. В своё время, конечно. Вот тоже от святых родителей. Какие были родители? Святые родители были при святой Богородице. И Аким Анны – благочестивые родители. Вот мы очень часто вспоминаем в церковном календаре родителей святых людей. Вот как Иоанна Златоустава, святого Василия Деликого мы знаем, преподобного Сергия Радонежского. Они прославлены святыми людьми, родители этих святых людей. Это о чём говорит? О том, что именно от такого семени, от чистого дерева может родиться только чистый и именно добротный плод. Поэтому и рождались такие дети, как вот такие подвижники, насветители церковные, мученики, исповедники. От кого они рождались? Вот от таких родителей. Ибо жизнь их была у родителей являлась таким примером. В чём наша сегодняшняя беда современных людей, даже приходящих в церковь? Вот мне особенно часто говорят преподаватели в воскресную школу. Вот родители приводят детей в воскресную школу и говорят, вот, пожалуйста, займитесь ими. А смотришь так на этих детишек, они довольно-таки сейчас совсем-совсем далеки от лет. А почему это так? А потому что родители не являют именно такой пример. Не молятся с ними, не занимаются, не читают. Прежде всего, именно должен быть пример, как и родительские. Родители, несмотря на сегодняшнюю такую занятость, должны всё-таки подавать пример своим детям. Ибо тогда будут рождаться, именно воспитываться нормальные дети. Как один священник рассказывал, что у него приходил к нему на исповедь, ну, в Москве, известный московский священник, что к нему приходил на исповедь один человек, богатый человек, как мы нынче называем их деловые люди, бизнесмены, у него четверо детей. Вот он беспокоился о своих детях. И батюшка ему сказал, вы обязательно час занимайтесь с детьми, читайте с ними, разговаривайте, беседуйте. И вот он, несмотря на свою такую занятность и плотный график, старался обязательно час заниматься со своими детьми. И старается, наверное, сейчас. Вот тогда и получается, и воспитываются такие дети, нормальные дети. А если этого не происходит, то кому бы мы своих детей не отдавали воспитывать, если мы не являемся таким примером для них, то кто ещё повредительный, кроме родителей, кроме близких? Можно привести в церковь и воскресную школу, и причащать, и исповедовать. Но если в доме нет доброго примера, то результата обычно хорошего не бывает. Везде это так. Вот поэтому, дорогие мои, вы здесь и родители, и бабушки здесь стоящие, и мама, и папа. Вот, пожалуйста, об этом, конечно, позаботьтесь обязательно. Потому что ребёнок должен видеть вас, что вы тоже молитесь, не избегаете, что вы пост совершаете. Что вы, именно когда наступает Новый год, вы всё-таки тоже стараетесь проводить его скромно, дать праздник. Ну, отпраздновали, да, скромно. Но не превращаем его в гулянку, да. Ибо что происходит тогда с нашими детьми? Ну, они становятся лицемерами. Видят наши лицемерия, они тоже становятся лицемерами. Вот, как один священник, греческий старец, рассказывал, это пигумен обители Ватапета, он вот рассказывал, как к нему пришёл, я сейчас имя вот его запамятовал, как к нему пришёл тоже один молодой человек и сказал, я вот сын священника, самый большой лицемер мой отец. Вот он говорит одно, поступайте на Богу. Вот, вот видите, как бы мы не хотели, кем бы мы с вами не являлись, да. Хоть трижды, вот, как говорится, но большими людьми или какими-то, но если у нас нет доброго такого личного примера, то, конечно, наша вот такая вот работа со своим подрастающим поколением будет напрасной. Вот, прежде всего, от нас требуется. Вот почему родилась Пресвятая Благородица. От кого родилась? От этих родителей благочестивых. От кого родился Пресвятый Сергий Радыжский, да? Тоже от благочестивых родителей, они потом стали святыми монахами Кирилла и Марии. И святитель Иоанн Золотовуста, от кого родился? Тоже, вот, мама у него, святой жизнью была человек. У Василия Великого, вся семья, братья и сестры, именно, тоже прославлены в лике святых. Почему это происходило? Что это, само собой, вдруг осенило, вдруг они святыми стали? Конечно, такого не было. То есть была подготовка, с детства подготовка. Вот и мы, если мы хотим, чтобы у нас, в наше поколение, будущее воспитывалось нормально, хотя бы в нашей семье конкретной, вот нам надо быть таким очень хорошим, добрым примером. Вот, чего я вам всем и желаю, ей в помощь, и, конечно, нам и вводит Пресвятая Будучица Наша Богородица и Преснодева Мария, потому что мы к ней обращаемся же как к матери. Просто вот у нас особенное отношение к Пресвятой Богородице, мы же к маме как обращаемся к ней. Вот, и, конечно, она будет нам помогать, если есть такой добрый, хороший пример и доброе такое, хорошее такое начинание. Вот чего я вам всем желаю, дорогие мои, здесь предстоящие, являющиеся, и мамы, и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки, и тети, и дяди, все, как говорится, кто имеет своих детей, племянников, крестников, да, вот, пожалуйста, являйте такими, чтобы ваша жизнь не расходилась с делом. Для этого надо стараться. Конечно, и у человека церковного всякое бывает, проблем множества, и он же не ангел, да, он призван быть к святости, но он еще пока не ангел, он еще пока не святое, он призван быть к святости. Вот нам надо стараться именно вести вот такое старание должно быть, и наше с вами большое, огромное желание. Если такое желание есть, да, то обязательно все у нас получится. Ну, с праздником вас поздравляю. Спасибо.